Две руки есть Есть На мормушечку настоящую Бонус похож Друзья, привет! Саша Иванов, канал Живу на земле Лед встал на хороших лещевых местах И отправляемся сегодня с вами на рыбалку уже с палаткой Долгожданная рыбалка Первая в этом году такая серьезная Чтобы и палатка с собой Или добор уже на 150 Покушать Взял с собой, там где-то должна быть прикормка Несколько видов удочек И сегодня вообще 5 часов утра Я сижу на кухне, перевязываю крючки Потому что полпятого проснулся С мыслью о том, что на коромыслах Надо поменять крючки Какое-то детское предвкушение Сейчас встретим рассвет И в рассветные часы Думаю, что найдем уже место Где половить рыбу Садитесь в санки У меня фонарик на голове Я посвечу В этом году интересная ситуация Как в интернете есть группы Где выкладывают люди отчеты Ну как у нас вот есть группа Вконтакте живу на земле Так есть и по регионам Я в Тверской области живу И то место, где всегда ловили леща Кто-то выложил пару постов Что ничего не поймал, не клюет А в другом месте Зато выложили два десятка мелкой рыбы Типа вот нормально ловится И сейчас я смотрю Вот это новое место Где я никогда не был Там десяток палаток стоит И туда вереница рыбаков прям пошла Мы все-таки, ребята, пойдем на знакомые места И будем надеяться Может быть там никого сейчас нет А будет рыба или не будет Я не знаю, никто не знает Даже если клюнет хоть какая-то мелкая Вот что-то подержать Посмотреть на поклевки Это уже мечта Просто мечта Вот так вот Представляю в палатке делаю обычно 2 лунки сейчас сделал 3 раз люди приезжали сюда и не смогли поймать рыбу значит не все так просто хочу попробовать разные насадки разные способы подачи еще поставим палатку и будем закармливать вертышу такие специальные для льда нержавейка лунки попали уютненько я мешочек такой самодельный есть туда прикормку складываю необычная ситуация по поводу кормового мотыля бывало такое что он был очень дорогой бывало такое что он был не было денег бывало такое что он был дешевый по 300 рублей за килограмм мы убрали просто лунки туда фу ну оптимально все равно где-то 100 200 грамм добавлять так сейчас в магазинах вообще его нет просто нисколько будем кормить ребят чистой прикормкой давно хотел попробовать посмотреть иногда бывает ёрш одолевает и вот не приходит ли ёрш на кормового мотыля вот сейчас прикормкой просто посмотрим как она будет плещовая готовая смесь очень такая прям ох очень вкусно пахнет какой-то свежий какой запах чтобы она там не комковалась особо поехали глубина где-то 7 8 метров получилось по две кормушки в каждую лунку время 9 30 и сейчас ребята потихонечку разбираем снасть и в тишине первые там 30 40 минут час просто в тишине надо будет посидеть ребят сало с чесноком маленькие кусочки картофель Продолжение следует... 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 Сейчас явно подошла рыба... Причем насала такая уже покрупнее... Дам маленечко... Точке отстояться... Точнее пускай она там кормится... И... Маленько утратит бдительность... Потому что она когда только пришла на прикормку... Она осторожна... Пусть чуть-чуть мы подождем... Зато дождемся когда крупная подойдет... Тоже поклевка Сальцо Крепкий кусочек Сало Опять маленькое Крепкий кусочек Сальцо Ребята, приятного аппетита С рыбными котлетами Класс 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 Мормушка Ребята, мормушка Продолжение следует... 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 Чуть-чуть выше, а то одна ставит. О, смотрите-ка, это уже гораздо крупнее. Ребёжка. Настоящий лещ. На все удочки коверёт. Ребята, это продолжается уже в течение трёх часов. Постоянно в какие-то поклёвки, какая-то рыба. Если на донках насадить не сало, а мотыля, то клюёт вообще сразу. В средней лунке на мормышку тоже играешь, когда что-то не особо на дне лежит. Нет, нет, тут клюнет. Здесь, здесь вот эта рыба. Вот она, вот она рыбка. Ребят, мне везде такая тренировка понравилась. Наверное, сегодня где-то 50 раз подсёк, 30 раз поймал. Очень хорошее начало сезона. Вот как приехал, закормился, полчасика посидел. И всё, с тех пор тут постоянно что-то происходит. Скучать даже полминутки не было такого. Что касается сала с чесноком. Есть отдельный ролик у меня про то, как его делают. Это то же самое сало солёное, которое летом на донки идёт. И вот на зимней рыбалке как раз в этих местах два года назад на мотыля не клевало. На сало клевало так, что еле улов отсюда утащил. Ролик уже этот более миллиона просмотров, кажется, набрал. В описании оставлю ссылку на то, как сало делается. И на ту рыбалку, после которой оно у меня всегда с собой. И зимой, и летом. Друзья, всем добра, удачи, здоровья. Хороших рыбалок, хорошего всего, что запланировали, пускай сбывается. Спасибо за просмотр. С вами Саша Иванов, канал «Живу на земле». До новых встреч. Пока.